Мы уже взяли за практику. Я от администрации выезжаю постоянно, не только по городскому поселению Сергеев-Посад, но и по территории. Не могу сказать, что поселок заброшен, но давайте говорить о том, что есть тропинки, есть асфальт. Сейчас здесь проводится комплексное благоустройство дворовой территории. Мы прошлись, мы видели, что производится обрезка деревьев, дальше будет там делаться асфальтовое покрытие. То есть комплексное благоустройство дворовых территорий в этом году в районе Скобяново-Шоссе, поселок Скобянка, будет произведено. То, что обещали, мы обязательно сделаем. Но очень хорошо, что к нам обращаются жители, что мы можем пройтись прогуляться, потому что они здесь живут, они знают все недостатки. Мы проезжаем, видим какие-то определенные недостатки, а они нам показывают, где на самом деле есть проблемы. Здесь какая-то канава, которую надо закрыть, где надо сделать тротуар, он у нас упирается в бордюр. Конечно, с такого взгляда, со своего, может быть, я не заметила. Это полезно, и, естественно, мы будем прислушиваться к людям и делать то, что им нужно, потому что они здесь живут, и мы должны делать их жизнь лучше и проще. Со своими депутатами, которые наши жители выбрали, надо общаться и все свои проблемы доводить до них, потому что мы постоянно общаемся с депутатами и составляем графики и планы тех работ, которые нужны. Депутаты должны объединять жителей, должны расставлять приоритеты и передавать эти приоритеты нам, которыми мы уже потом будем заниматься. Опиливать деревья, делать ямочный ремонт. И поэтому я, естественно, хотела бы состыковать жителей с их депутатами и начать работу в этом направлении дружно, вместе и определять приоритетное направление. Мы будем выполнять их желания делать то, что мы должны делать. Начнем, мы уже проговорили сегодня с Зинаидой Михайловной о том, что у них стоит брошенная машина. Естественно, мы ее берем, здесь даже и обсуждаться это не должно. Просят они им сделать, отгородить дорожку, по которой они могут ходить, чтобы не мешали машины. Это тоже, естественно, мы должны сделать, потому что это безопасность людей. Дальше тропинки по всему Скобиному шоссе идут. Люди ходят, и не обрезаны ветки, которые, извините, прям ложатся на голову. Поэтому это тоже обязательно в ближайшее время сделаем.